снова здравствуйте так наверное когда вы будете смотреть это видео отопление у меня наверно уже будет мне будет тепло я перестану значит сидеть вот так вот в кофте по колхозному и так далее хотя не колхозах вообще-то там индивидуальное жилищное строительство самостоятельная значит тепло централь тепло подавали не по нормативам блин а по факту собственно да вот поэтому опять же неправильно не по колхозному а так вот не культурно я тут сижу такой да всяко-разно надо там галстуки значит чего я вам хотел сейчас рассказать собственно хотел я вам рассказать про плацебо пока значит соображал на эту тему чего бы такого вам интересного то рассказать чтобы это сформулировать нормально донести понимаете ли на канале эдуарда овечкина значит это у нас бывший офицер подводник который служил на одной из подлодок серии акула самые здоровые в которые подлодки такие же как курск известны вот вот он там служил человек с юмором начал писать рассказы издал по моему уже несколько книжек под общим названием акулы из стали пишет во единственное значит читать тем кто падает в обморок от слова значит не рекомендуется потому что там это хозяйство русский язык или значит русские команды там используется в полной мере соответственно тем кто не понимает армейского юмора точно также читать не рекомендуется да а всем остальным собственно вот он как раз зачитал собственный рассказ который так и называется плацебо вот найдите найдите это дело в ютубе в конце концов значит ну в качестве оригинал либо оставайтесь сейчас на канале и посмотрите все это хозяйство у меня соответственно вот просто-напросто у него получилось очень очень собственно хорошо на вот этом жизненном примере писать что такое плацебо как оно работает и почему в этом нет никакого вреда собственно если работает то почему нет так и поэтому поехали эдуард овечкин плацебо плацебо мотор поехали здравствуйте друзья сегодня среда мы с вами читаем очередной рассказ сегодня это будет рассказ плацебо без долгих вступлений поехали а вы как переносите момент когда вам нечем заниматься не те моменты когда вы оставить свои дела в состоянии аль денте прокрастинируете втыкая в интернет а когда вот реально нечем себя занять маетесь небось а если вам нечем заняться день 2 10 40 50 80 вот и подводники маются хотя вроде бы все время чем-то заняты в своих автономных плаваниях вы тут понимаете какая штука получается как со звуком определенный уровень постоянного стабильного шума ваш мозг устает обрабатывать и проводит возле него черту подписывая ее словом тишина и вуаля шум есть а вы не слышите так с монотонными занятиями которые повторяются и за дня в день и из месяца в месяц ну видимо я не знаю вас в конце концов подводит черту пишет бездельничаю и вуаля начинается маята и придумывание всяческих развлечений с подручного реквизита проводят например день специалиста это такой военно-морской квн без верника в жюри каждая боевая часть придумывает что-нибудь смешное типа частушек на злободневные темы сценах художественной самодеятельности или видеомонтажа и развлекает этим остальные боевые части с недовольными рожами собранные старшему на борту в какой-то компании потом подводят итоги и тем кто выиграл выдают приз ну пирог пекут яблочные хлопают в ладоши мы как-то выиграли такой пирог своей боевой частью но я его так и не попробовал что он того пирога метр на полтора на 70 человек дали матросам или эстафеты боевых смен вот посмотрел бы в глаза тому кто-то выдумал наверняка ведь замполит какой-то суть этих соревнований заключается в том что на каждой из трех боевых смен по кораблю ходит комиссия секундомером и командует в первом отсеке открыть вручную клапан осушения отсека во втором клапан вентиляции цистерны главного балласта ну тоже вручную естественно и так далее до 19 потом сравнивают результаты по таблице и какую смену объявляют лучшей что никаких преимуществ ей не дает что в принципе вообще нормально и по жизни в нашей стране объявили тебя лучшим так хоть еще надо правильно и после каждого вот такого прохода командир дивизиона живучести проползает все 19 отсеков и проверяет а привели ли всю матчасть в исходное не задели ли туловищем и какие-нибудь соседние клапана и манипуляторы потому что бляди такие постоянно это делают а так то лодка в море и вместо залихватского всплытия с дифферентом на корму и креном стремящимся к нолю можно вполне себе всплыть как каракатица раком что является форменным и позором для моряка подводника и поводом впасть в уныние не менее чем на шесть минут еще конечно шаталась по флоту традиции лепить пельмени от гремучей смеси и злости из-за недосыпа и желания подъебнуть товарища фарш для пельменей почти не требовалось хватало пуговиц гаек болтиков лампочек и какой-то непонятной хрени которую турбинисты из своих турбин выколупывали ох и бульончик получался но так как это занятие самое бессмысленное и неоправданное то у нас от этой традиции быстро отказались то чуть было бунт не назревал страшно сказать из-за лепки пельменей за первых два месяца все эти мероприятия проходят и прекращаются что от истерик к дж что от назревающих бунтов что просто исчерпав себя и наступает последний третий месяц к третьему месяцу организм уже привыкает почти ко всему с точки зрения физиологии и к опресненной воде и к постоянному шуму и к черт пойми какой кормежке к зацикленному на вахту режиму дня и к режиму питания при котором завтрак в три часа утра или вечерний чай в полпятого опять же утра и к недостатку женского внимания и к недостатку кислорода в воздухе вот казалось бы можно и начинать жить как люди но нет на первый план гордо выпить в свою плоскую грудь выходит госпожа скука и сигареты почти у всех кончаются сигареты вот вы курили когда-нибудь фотобумагу заварку или вату вымоченную в чае вот и я не курил да хорошо еще если ночхим в экипаже хитрый сами ночхим предпочитают позднить это слово как опытный что по моему сути не меняет но сильно опресняет ее и бычки из первых месяцев не выбрасывал за борт как положено по инструкции аккуратно трамбовал их в дуковский мешок золотые люди они такие ночхимы доложу я вам мало того что трубы вентиляции от никотиновой смолы чистит так еще и жирным бычком может угостить самое интересное конечно последние две недели когда задачи уже выполнены и все просто начинают ждать когда уже домой наконец именно из этих двух последних недель подводникам у него не выдают ласты а то они ими грести начали бы чтобы домой поскорее прискакать а те ласты которые положены по штату легким водолазом хранятся под замком в сейфе отпечатанным печатью кадыже в амбулатории царили тишина и порядок ярко горели лампочки в банке плавал аппендикс а в тумбочке на второй полке были разложены в хронологическом порядке все вырванные зубы доктор андрей вздохнул ну хоть бы кто зуб вырвать пришел а не ну что не здоровые такие здрасте так то моя очередь зуб рвать обознаточки ваши коллега и доктор саша перевернул страницу опостылившего ему романа про какую-то непонятную тягомотину с убийством наследника роман был скучный пресный и не увлекал за собой далее третьей страницы но все остальное было прочитано и приходилось себя заставлять фельдшер володя промолчал он нашел себя занятия и сидел довольны наматывая вату на палочки если бы вы спросили зачем это делает и кому нужны ватные палочки в таком количестве то фельдшер володя пожелал бы поставить вам пятилитровую клизму для снятия давления с мозга он и сам не знал короче в амбулаторию поскреблись доктора встрепенулись как тетель ивана таку скрипнула дверь и вошел киповицевого не но дверь на самом деле не скрипела конечно это же подводная лодка они из баба бы любы в деревне малой глухари ну так звучит лучше чем просто дверь открылась поэтому читайте что на скрипнула но знаете что она просто открылась привет айболиты здорово животное а чё ты животное классику читать надо владимир айболит был ветеринаром а не ну я так задобрить вас чтобы все такое ну задобрил говори блин спать не могу вообще ребята опять золотого корня нарезался алч безвольный да не вы чё один раз было два месяца уже ни капли в рот хочу не спишь тогда да откуда я знаю спать хочу не спится хоть ты тресни ты только тут не трескайся а то мы потом долго за тобой придется ладно так и запишем пациент с жалобами на инсомнию на что жалобами не не ребята у меня бессонница просто виктора вздохнули и переглянулись но ясно дадим теснотворного андрей выдвинул ящичек в котором были насыпаны бледно-зеленые капсулы подождите коллега остановил его саша вот так вот не измерив физическое состояние пациента да я на глаз его состояние вижу а жаль хотелось бы поразвлекаться вас владимир может живот побаливает или там спина например не 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 ребята все нормально у меня вообще только спать не могу два дня уже даже на вахте ладно андрей насыпал горсть пилюль в пакетик принимать за полчаса до предполагаемого сна по одной таблетки не больше вова ибо препарат сильный не то что второе но и третье пришествие проспишь и на вахте не спать спать только в положенное время уйда один раз было чего пристали то один раз не адидас и довольный вова ускакал прижимая грузи заветный кулек со спасением от помешательства их ребята третий день как младенец сплю хвалился потом вова кто-то воняет так по ночам в каюте младенцами а что те доктор прописал поинтересовался трюмный борисыч не знаю секретные кита капсулы разработка одного секретного не только на подводные лодки выдают а покажка вот они мои спасители странно хмкнул борисыч у меня на медне несварение пищевода приключилась запор по нашему по рабоче-крестьянскому так недок доктор точно такие же пилюли выдал а с какой шуфлятки он тебе доставал да и мне с той же самой чуешь нас где-то наебывают а где понять не могу надо разобраться борисыч постелил на столике листик бумаги раскрыл капсулу и высыпал из нее белый порошок странно что странно да блестит она странно порошок этот борисович после на его палец и ткнул его в горстку борисыч ты чего раз в капсуле значит горькая пипец доктор предупреждал чтобы сразу глотать а только тебе ливануть можно не сы моряк мы трюмны если блюем то внутри себя это как станешь трюмном узнаешь и борисыч слезнул порошок с пальца а ну-ка попробуй вова да ну счет я как-то опасаюсь с игорь и пробуй володя попробовал сахар бля буду сахар чувство надо с кем-то поговорить до борисыч да побежали в амбулаторию кто последний тот минер да в некоторых отсеках на акуле можно бегать если вы конечно знаете в каком месте напрягнуться чтобы не ошибить себе рога где нужно поймутся бочком чтобы не выбить плечо главное в беге на подводной лодке не хлопать переборками но подводники и так ими не хлопают потому что инстинкт поэтому самому инстинкту закрывания переборок сразу понятно сколько времени человек провел на борту если первый раз закрывает переборку то обязательно ее лязгнет и все окружающие на него посмотрят как на облезлую выхухоль а командир отсека покажет кувалду и вкратчивым голосом с бархатными оттенками скажет друг еще раз потом человек начинает закрывать переборку медленно и двумя руками она же тяжелая железная и защелкой который нужно защелкнуть иначе не провернется приманерное кольцо и все на него такие смотрят командир отсека уже кувалду приготовил улыбается на весь рост и думают ну родишь ты уже или нет а как вы закрываете переборки одной рукой они не лязгут спросил меня один ученый капитан вот так говорю и показываю не но я вижу а как ну вот так и снова показываю объяснить можешь это нельзя объяснить друг можно только показать хочешь еще раз покажу добежали до оплату не вместе прослыть минерам никому не хотелось доктора как раз пытались расписать пулю с пресными лицами расписывать пулю на одних и тех же людей три месяца подряд удовольствия сомнительного рода так как повадки уже изучены блеф невозможен а так просто перекладывание карт о механоиды обрадовались доктора болит что пока нет сурово сказал суровый борисыч андрей что это и показал бред на зеленую капсулу таблетка коню понятно от чего она а чья она моя значит запора а это показал вот точно такую же таблетку а это чья а это моя значит это от бессонницы что такие взволнованные то не понимаю автономку на месяц продлили хуже андрей намного хуже нас наёбывают это кто это ты это как в них сахарная пудра и что смысле что наебал то я вас как у тебя запор прошел прошел ты спишь спишь так в чем наёбка то как ты нас сахаром лечишь и что вы мусульмане может вам сахар нельзя в этом месяце употреблять не на андрюха что андрюха я когда к вам к сауну и думается я вас спрашиваю откуда там берется тепло и вода морская в бассейне нет так какого хуя в мою матча слезете что за детское любопытство я вас спрашиваю нарушение корабельных инструкций клизмы приготовить стрел фельдшер вова дик это замялись борисович слой а как он так выходит то научный метод такой плацебо называется глянь сан прибежали тут дартаньяна меня педерастом называть ну ты видала меня блять врача-психиатра терапевта стоматолога и невропатолога эти мазуты кормовые учить будут как них лечить час штрафного преференса за недоверие к доктору ну ладно ты-то не кипятись что сразу раздавай тогда и по банке компота ладно с каждого да поняли поняли каждому добавил саша нанесли потом им компот конечно за недоверие расплачиваясь кто же с докторами на подводной лодке ругаться станет как вообще этим вот всем можно заниматься спрашивают мне некоторые люди заниматься вообще можно чем угодно в принципе желательно при этом любить то чем занимаешься тогда все происходит легко естественно и доставляет удовольствие можно конечно и не любя заниматься чем-то но один вопрос останется неразрешенным при этом зачем вот в чем тогда смысл жизни работать 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 ведь как тебя заебала эта работа опять работать потом снова работать потом вспоминать что про эту работу притворяясь саркастичным циником а на самом деле чувство пустоту в некоторых уголках своей души и удивляясь собираюсь умирать погодите ребята а жить то когда а некогда жить то в этом и есть самое неразрешимое противоречие существования так зачем тогда заниматься тем что не любишь на вторую серию надеетесь ну 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 на сегодня все спасибо что дослушали ставьте лайки нажимайте колокольчики пишите комментарии до свидания до новых встреч а